Всем привет! Я все еще в Кыргызстане и решил, что уж если я хоть ненадолго заехал в эту замечательную страну, то грех не побывать в горах. И я выбрал самое ближнее и популярное ущелье недалеко от Бишкека Алла-Арча. Оно настолько близко, что можно доехать общественным транспортом. Есть, конечно же, туры многочисленные. Сомов 400 это дело стоит, но я просто не успел на него записаться и поехал общественным транспортом. В один конец 40 сом. Ну и здесь нужно прогуляться еще пешочком. Тут один голландец, вместе пойдем. Виды здесь, конечно, поразительные уже сейчас. Через 12 километров начинается самая красота. Весна здесь уже вступила в свои права. Всюду цветут деревья, много их. Это урюк какой-нибудь, я не знаю, как называется. Пока вот идем с моим новым приятелем. По-русски он не говорит, я не говорю, конечно, по-английски, но все равно как-то немножко общаемся. А автостопом брать не хотят. Может из-за того, что вдвоем. Ну здесь так приятно прогуляться. Места классные. Дорога поднимается выше и выше. И чем выше, тем красивее становятся виды. Впрочем, идти не тяжело. Сейчас не очень жарко, но погода отличная. Входим из зоологического музея. Заходить не будем. Никогда. Неизвестно, сколько у нас времени займет дорога. А здесь вот хышный птиц. Ботаники, подскажите, что это за дерево так прекрасно цветет? В комментариях, пожалуйста. Нас все-таки подобрала машина. И парень сказал, что он племянник нынешнего президента. Может быть, может быть. Вполне возможно. У прохлада. Вот еще снег есть. Надо одеться немножко. Вот оказывается, здесь есть пик Герасимова, режиссера. Вот он, красивейший пик. Пойдем к водопаду. Здесь три с небольшим километра. 3,75. Он должен быть красивым, водопады. Здесь значительно холоднее. Снег еще местами лежит. Ну, горы. Пойдем к водопаду. В некоторых местах еще совсем тропа не растаяла. Приходится проходить сквозь снежные заносы. Да. Тропа вверх и вверх не очень легко. Поэтому я больше снимать не буду пока. Потом, как поднимемся повыше. Пойдем к водопаду. Пойдем к водопаду. Пойдем к водопаду. Камень так и называется, как я и предполагал, разбитое сердце. Он поменьше, чем жидоргус, и не красный. Посеяло сердце от времени. Субтитры создавал DimaTorzok Вроде бы уже недалеко осталось, но тут красотища неимоверная. А я уморился с непривычки. Красота. Вот такие группы объединяются, обычно идут. Может быть, это та группа, с которой я хотел пойти. Поднялись на высоту 2400, а до 2600 еще выше ползти. Сейчас отдохнем и пойдем дальше. А встречные товарищи нам сказали, что, собственно, водопада-то и нет. Он в замерзшем виде сейчас находится. Вот мы думаем, идти ли к нему или нет. Но все-таки двигаемся понемножку. Здесь, кстати, за горой не так сильно дует ветер. Когда ветра нет, прямо жарко на солнце. А вот подул. Ну, мы подошли до водопада. Водопада, правда, нет. Он в замерзшем состоянии. И что, несколько обидно. Но есть повод вернуться сюда опять. Мой друг голландец умнее меня. Он запас яблоком. Мерси, мерси. Спасибо, дорогой друг. Я не догадался взять с собой. Субтитры сделал DimaTorzok Пошли обратно. Дело в том, что эти маршрутки, на которые мы сюда доехали, они не каждые 15 минут ходят до ворот этого парка. А в основном они ходят до деревни Кашкосу. И там еще прилично до ворот. А вот там, на которые мы приехали, всего три, что ли, раза в день. Четыре. Мне нужно успеть наобратно. Субтитры сделал DimaTorzok В некоторых местах спускаться еще тяжелее, чем подниматься. Посыпухи. Даже не думайте рисоваться. Здесь смертоубийство. И сейчас-то скользко. По полсуху. А что под дождю, я не знаю. На этой тропинке пригревает. Ветра нет. И так хвоей пахнет. Классно. Прям как у нас на Алтай. Идем понемножку назад. Может быть тоже поймаем машину. А нет, так придется пешком. В общем-то, репортаж об ущелье Алла Арча заканчивал уже здесь. Пешкайки. Обратно мы полностью доехали автостопом до самого города. Нас довезли ребята. Спасибо им большое. Ну, а на этом я как бы репортаж заканчиваю. Спасибо вам за просмотр. Смотрите и дальше. Ставьте лайки, пишите добрые комментарии. И подписывайтесь, если не подписались. Впереди много интересного. Ваш Роман Посторонний. Пока.